здравствуйте дорогие друзья меня зовут марина добро пожаловать ко мне на канал друзья очень рада нашей с вами новой встречи и сегодня мы собрались здесь чтобы обсудить мои готовые работы если вам интересно подобного рода видео то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть друзья у меня сегодня будут готовые работы две и перед тем как мы начнем я хочу попросить вас поставить сразу лайк этому видео и подписаться на канал если вы еще не подписаны друзья не верьте никому лайки очень важны особенно для меня так я вижу что вам интересно и вам все нравится проверьте что кнопочка подписаться у вас горит друзья наступила весна скоро нас ждет прекрасная погода и хочется вместе с природой расцветать чувствовать какое-то обновление и хочется радовать себя и вот таким прекрасным радостным событием может стать новый парфюм и я предлагаю вам обратить свое внимание на арома боксы от рандеву здесь вы получаете не один парфюм а сразу 8 сразу 8 новых ароматов из которых вы точно найдете и подберете что-либо для себя на сайте рандеву сейчас действуют огромные скидки но так как мы хотим благоухать нас интересует именно арома боксы арома боксов очень много есть даже тематический арома бокс к 8 марта здесь собраны ароматы от различных парфюмерных домов можно зайти на каждый аромат на сайте и почитать описание ноты которые представлены в данном парфюме и подобрать для себя что именно вам нравится мой арома бокс это топ весенних ароматов и здесь точно также можно зайти на сайте и почитать какие именно ароматы представлены в данном боксе целых восемь ароматов прекрасных весенних которые подчеркнут вашу свежесть вашу красоту и порадуют вас на сайте очень большой выбор различных комплектаций этих арома боксов можно выбрать и для нее и для него различные ароматы то есть порадовать не только себя но и своих близких кого угодно посмотрите какой огромный выбор этих арома бокса и друзья конечно же магазин предоставил скидку для моих зрителей в 10 процентов данная скидка суммируется со всеми скидками на сайте что очень приятно и применяется в корзине при сумме от двух с половиной тысяч рублей цена парфюмов в таком арома боксе весьма доступная если вы посмотрите сколько стоит отдельный флакончик каждого аромата то вы поймете какой это хорошие выборы какое-то прекрасное предложение как видите ароматы представлены в небольших флаконах полтора миллилитра но тем не менее пусть вас не обманывает такой маленький размер одного такого флакончика хватает на 35 40 пшиков а этого я вам скажу достаточно для того чтобы попробовать аромат на себе поносить в разных ситуациях и даже на разные сезоны вам хватит вот такого одного маленького флакончика друзья я знакома с арома боксами очень давно я уже больше года наверное покупаю у них разные боксы и у меня даже собралась вот такая большая я считаю коллекции ароматов и это не вся перед новым годом я подарила маме такой арома бокс и собрала из всех вот этих ароматов для нее те которые ей наиболее понравились и поэтому мамы теперь тоже прекрасные есть парфюмы и можно вот так вот перед весной перед летом сейчас носить и удивлять своим прекрасным запахом всех окружающих на сайте рандеву все парфюмы оригинальные и за качество и подлинность можно не переживать друзья как видите я уже сама проверила и так как в каждом арома боксе по восемь парфюмов этого более чем достаточно чтобы вам хватило даже одного такого бокса как минимум на год ну а если у вас их несколько то вы можете каждый день пробовать разный парфюм и выбрать себе тот который запал вам в душу и после того как вы полностью уже используете вот этот ваш флакончик можно купить полноразмерную версию данного парфюма такие арома боксы это огромная палочка-выручалочка для нас всех тех кто любит парфюм хочет пробовать разное но не имеет возможность вот так вот прийти в магазин и послушать и к тому же хочу сказать вам свой опыт многие парфюмы после того как их носишь какое-то время на себе раскрываются совершенно по-разному и могут вас удивить как в приятную так и в не очень сторону именно поэтому когда вы получаете несколько парфюмов вас больше выбор и возможность того что вам понравится какой-то парфюм естественно возрастает иногда приходишь в магазин послушаешь какой-то парфюм покупаешь его причем полный размер и что-то идет не так потом когда парфюм начинает раскрываться на вас может случиться такая ситуация что какие-то ноты могут вам не понравится а здесь такого неожиданного поворота точно не будет потому что вы сможете досконально протестировать все парфюмы и если вам понравится то купить уже полный размер друзья пользуйтесь уверенно что вам понравится ну что друзья теперь переходим готовым работам друзья сначала хочу начать со своей самой самой свежей работы вот такой джемпер который связан из прекрасной пряжи и интересным видом реглана ну давайте обо всем поподробнее сначала давайте поговорим о пряже это у меня пряжа называется soft silk посмотрите какая она прелестная твидовая пряжа и в составе здесь 80 процентов меринос и 20 процентов шелк 450 метров на 100 грамм цвет это у меня airy blue и это конечно твид вот нравится мне сейчас такой твид который и не нарочитый но в то же время твидовый и я решила связать себе что-то из этого твида легкая лаконичная но у меня была еще особенность такая что я в данный момент не могу вязать что-то сложными узорами и эту информацию я раскрываю у себя в telegram канале здесь на канале наверное такой более личной информации не будет поэтому если вам интересно то подписывайтесь на мой телеграм-канал переходите по ссылочке в описании и так что же здесь у нас за вещь а вещь это связано регланом сверху но это не обычный реглан а нулевой реглан и это не какая-то выдумка это не какие-то новые названия реглана нет такой тип реглана существует в одежде и он отличается от обычного тем что регланные линии выходят прямо из середины плеча то есть они нисколько не отстают друг от друга регланной линии а выходят из одной точки и потом начинают расширяться вот здесь если мы посмотрим вот у ворота мы видим что регланные линии выходят четко из одной точки и затем начинают разделяться здесь вот таким типом реглана можно вязать и замечательно вообще подходит удлиненная линия реглана и более такой свободный силуэт и именно поэтому вот для этой пряжи я выбрала такой тип реглана то есть немножко удлинена регланная линия и здесь благодаря тому что в составе входит шелк в эту пряжу знаете такое полотно очень пластичное легкое и какое-то вот прям невесомое и вы знаете у меня при вязании спицами номер три с половиной расход на это изделие составил двести восемьдесят граммов а она достаточной длины и достаточной свободы облегания то есть я чувствую себя максимально комфортно в этом изделии и вообще расход какой-то веселенький то есть теоретически я могу даже вот из этих остатков еще что-то себе связать или скомбинировать вот эту пряжу с другой с какой-то пряжей и здесь какая особенность у этого реглана так как линии регланы выходят у нас из одной точки то мы такой классический росток в нашем понимании вязать не можем ну то есть можем но это как-то будет не очень хорошо смотреться будет немножко корявенько особенно вот здесь в линии плеча и поэтому здесь великолепно подходит азиатский росток хоть я его честно говоря не очень люблю но вот в некоторые моменты какие-то вещи которые нам не нравятся работают оптимально и хорошо поэтому зачем придумывать велосипед когда можно взять какой-то элемент и связать его да и поэтому здесь вот именно так как видите у меня здесь вывязаны и все углубления по спинке вот такая вот горловинка округлая по переду и здесь у меня без какой-либо кит лёвки просто обработочка воротника резинкой 2 лицевые 2 изнаночные и затем по верху я закрывала все айкордом здесь это очень хорошо смотрится и по верху и по рукавам по манжетам и по низу изделия у меня все закрыто айкордом из двух петель и вы знаете это один из любимых у меня вариантов оформления всех наших вот таких вот мест манжет горловин низов потому что вот а наряду с закрытием петлей мне кажется этот вариант тоже очень хорошо смотрится и он не проще он не легче он не быстрее чем например закрытие петлю или просто закрытие классическое да вот просто мне нравится как это выглядит это как-то собирает все изделие и приводит какому-то единому виду точно также у меня здесь вывязаны вытачки для груди ну потому что ну куда мы без вытачек друзья я уже наверное мозоль на языке натерла говоря вам что во всех изделиях у меня есть вытачки даже если это не так нарочито выглядит они все равно есть но в этом изделии кстати вытачка у меня рассеянная то есть не четкая здесь вот в районе необходимого места для вытачки немножко я ее разделила по высоте груди этот вариант подходит для свободных изделий и здесь поэтому я его с легкостью применила конечно же я продемонстрирую как это сидит на мне и вы сможете увидеть в полной красоте и вы знаете вот эта вещь получилась легкой но в том плане что она не такая теплая как что-либо другое и поэтому вот сейчас когда началась весна я уверена что погода будет улучшаться начнется солнышко будет тепло и вот такое вот легкое содержанием шелка изделия она будет сейчас очень по сезону и очень кстати и также какая еще особенность у этого нулевого реглана да вот здесь горловина у нас получилась такая знаете не совсем глубокая вот такая вот округлая а более плоская немножко походящая на лодочку но это не такая классическая лодочка в нашем понимании да но это видимо еще и такая особенность вот этого варианта вывязывания реглана но так как я хотела проверить этот реглан с разными видами горловины я сейчас вижу еще одно изделие нулевым регланом и уже своеобразные горловины посмотрите какая красота то есть нулевой реглан здесь вообще это великолепно видно потому что узор и стык узора с лицевой гладью великолепно заметен то есть мы начинаем опять же из одной точки регланной линии и идем вниз и про это изделие я покажу вам когда его довяжу как видите у меня уже она вот буквально чуть-чуть и уже закончится и вот здесь я не глубокую v-образную горловину связала а вот такой небольшой вырез знаете его мысиком называют или еще как-то ну в общем v-образный но не глубокий вот мне не хотелось чтобы это доходило вот буквально сразу до груди мне хотелось вот где-то примерно вот на уровне микрофона вот здесь у меня микрофона чтобы он здесь заканчивался чтобы я не переживала что где-то что-то может выглянуть и нужно что-то надевать под низ вот под это изделие потому что здесь у меня тоже такой состав что хочется носить на тело друзья сейчас во время подсъемов для примерки и демонстрации изделия на себе я вспомнила что не рассказала вам особенность одну а это особенность что я здесь проложила по боковой части тамбурный шов из этой же пряжи взяла пряжу и уже по готовому изделию проложила тамбурный шов крючком для чего пряжа очень пластичная и вот когда я постирала посушила я поняла что вот она как-то не совсем держит форму и вот те самые боковые швы которые нам нужны для стабилизации изделия вот здесь они необходимы а так как здесь все у меня связано лицевой гладью по кругу никакой естественно опоры нет в боковых частях и была вероятность того что вот здесь пока у меня уплывут вниз и вот чтобы этого не случилось до чтобы вот у меня не случился какой-то силуэт с ушами вот этими спаниеля по бокам я именно для этого и проложила вот этот тамбурный шов и имейте в виду вот когда работаете с такими вот видами пряжи которые пластичные которые не совсем хорошо держат форму то есть например для джемпера вот этого который я вам сейчас дальше буду показывать вот здесь это совершенно не актуальная история то есть он вот прям такой бронебетонный как построил так и стоит как связал так и лежит так что друзья имейте в виду вот и забыла вам сказать такую важную я считаю часть потому что вот я чувствую что это прямо вот все плывет по телу и естественно если у вас есть что-то похожее то применяйте а сейчас переходим к следующей готовой работе и друзья моим это вы знаете это не свежая готовая работа так получилось что я вам не показала этот джемпер когда его связала связала я его в декабре и так вот все сложилось завертелось закрутилось что у просто ну некуда его было впихнуть и в начале года соответственно вот тоже не вышло подобное видео но рассказываю вам сейчас посмотрите какая прелесть это у меня опять же твит и это буретный твит я эту вещь вязала перевязывала то есть у меня был прошлым летом связан кардиган из этой пряжи и он был связан у меня узором гусиная лапка я оставлю вам ссылочку на это видео и конечно здесь покажу фотографии что это было и друзья знаете почему-то вот у меня там случилась определенная вещь с этим кардиганом я кое-что в этом узоре разглядела нелицеприятное я не буду акцентировать на этот ну на этот момент но я поняла что я не смогу его носить именно вот в таком виде и плюс еще добавилась тут такая история что пряжа оказалась достаточно теплой и летом для накинул и пошел в холодный вечер это слишком тепло то есть получилось так что данный кардиган ту кофту вот именно я не могу носить вот как-то вот на улицу до сверху вниз я не люблю носить вот эти надевать футболки рубашки то есть либо я в рубашке и без какой-то утеплительной сверху истории либо вот я уже вот джемпере и хожу в днем поэтому джемпер свитер вот это вся прямо вот история про меня поэтому я решила что он действительно тогда надо перевязать потому что пряжа изумительная вы посмотрите она насколько красивая великолепная просто мне оттенок нравится и насколько я знаю ну как всегда вот пряжи бобины их потом когда полюбил не найдешь уже днем с огнем ни на каких сайтах поэтому я конечно вам подписываю что это за пряжа это буретный твит 46 шелк 46 меринос 8 хлопок здесь 350 метров на 100 грамм я вязала спицами перевязывала уже ну этот вязала кардиган спицами номер 4 и здесь на все изделие у меня ушло всего 330 граммов представляете и при этом у меня вроде бы должны где-то были остаться остатки потому что я как правило покупаю пряжу от 400 граммов бобинную но в зависимости от метража но что-то как-то вот и не нашлось и не могу сейчас толком сказать надо перебрать все свои запасы и проверить где что это у меня хранится и естественно я распускала тот кардиган распрямляла пряжу перематывала меня эта работа не пугает и я не считаю что это какой-то сизифов труд если мне нравится пряжа и я понимаю что я хочу носить вещь из данной пряжи то я прямо не ленюсь и довожу это до какого-то приемлемого для себя результата кстати здесь вот как видите у меня верх связан резинкой это обычный реглан классический и вверх резинкой и рукава тоже резинкой а дальше идет лицевая гладь и эту идею я подглядела у себя в пинтересте очень много мне выходило картинок вот подобного плана я сохранила для вас вот показываю я думаю господи ну так красиво смотрится хочется вот что-то такое она знаете какой-то не обязывающие ни к чему при этом лаконичная и я так представила что для моего ритма жизни вот такое изделие вообще подойдет великолепно и поэтому решила повторить и вот связала вот это то есть получилось в принципе все сделать здесь у меня уже идет кетлевка и оформление горловины путем провязывания двух лицевых двух изнаночных и как видите сверху я опять же заканчиваю чем правильно айкордом но люблю я такой момент на рукавах тоже хотя вот из этой резинки как вы понимаете можно было легко перейти на резинку одна лицевая одна изнаночная и спокойно закрыть иглой но нет мне нравится вот такой вид вот как-то мне он кажется привлекательным ну и конечно же здесь у меня точно также углубления все присутствуют как по спинке так и по переду и росток здесь уже классические здесь никаких проблем не было в рукаве разворачиваться и вывязывать обычный классический росток также у меня здесь выточка для груди сейчас я не вижу ее слишком глубокую поэтому у меня разница между передом и спинкой не особо так знаете ощущается по боковой части я опустила здесь резиночку так 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 вот здесь вот у меня идет резиночка не широкая полоса и естественно я не вижу прямые силуэты я в любом случае немного их расширяю делаю такие а полу а в общем делаю небольшую трапецию в любом изделии в котором вижу так на меня это все садится хорошо и смотрится кстати прямым силуэтом несмотря на то что все расширения были сделаны ну и конечно же я вам покажу как это выглядит на мне и друзья вы знаете вот эта пряжа буретный твит она видимо в составе имеет карный меринос который распухает расширяется и становится вот таким вот великолепным пушистым она очень теплая по сравнению вот например вот с этим изделием которое тоже содержит в себе шелк но здесь шелк наверное не буретный как вот здесь а какой-то более не помню я малбери или что-то такое но что-то гладкое блестящее то есть это и по фактуре видно и по поведению то есть здесь изделие это не мнется шелк не ощущается оно теплое оно легкое и оно более такое пухлое я этот джемпер носила вот после того как связала и вы видите этот джемпер выглядит ну просто как новенький то есть но где-то может быть тут чуть-чуть и образуются катышки но они настолько не критичные что мне ну просто не придраться к этой пряже и я думаю как же хорошо что я все-таки решилась и перевязала тот кардиган потому что его бы я точно не носила а это изделие я носила вот весь январь половину февраля то есть когда были морозы я наравне с каким-нибудь там самым теплым своим альпаковым свитером носила вот это только закрывала естественно шею и все вперед из песни и морозы не страшны вот и вот эта разница между одним шелком и другим мериносом одним и другим то есть здесь также меринос посмотрите совершенно гладкий то есть здесь никакого нет объема у мериноса он не распухает и он даже наоборот после стирки немножко как-то расплылся весь вот этот джемпер ну я полагаю что это как раз из-за шелка и знаете когда вот он лежит он смотрите какая пластичность вот если он лежит сложенный и происходит какой-то сгиб да то вещь может даже помяться поэтому джемпер нужно хранить как-то отдельно сложенным вот этот я вообще складывала себе в комод свою полочку потом доставала и он просто вот без всяких там каких-то подвохов себя вел то есть гладкие ровные не надо не отпаривать ничего с ним делать то есть бери и иди а здесь наверное придется вот немножечко работать над этим джемпером каждый раз перед выходом ну что друзья я очень рада что мы с вами поговорили поделилась с вами готовыми работами подписывайтесь ко мне в телеграм-канал не забывайте подписываться здесь на канале пишите свои комментарии и друзья не забывайте пользоваться промокодом на арома бокс и напоминаю что скидка в 10 процентов суммируется со всеми скидками на сайте при покупке от двух с половиной тысяч рублей друзья переходите по ссылке в описании и в закрепленном первом комментарии подбирайте для себя подарок или для своих близких кого хотите порадовать друзья на этом буду заканчивать я с удовольствием поздравляю вас наступающим 8 марта желаю вам прекрасного настроения и в этот день и вообще всегда друзья желаю вам сохранять оптимизм хороший настрой доброту в сердце ко всем родным близким и всем людям на земле друзья я уверена что все будет хорошо и если мы будем чувствовать себя спокойно то и все я уверена наладится друзья до встречи с вами в новом видео всего доброго и до свидания